Самое интересное, только начинается снегопад, внезапно обрушившийся на город в прошедшее воскресенье, можно считать первой репетицией зимы. Это при том, что за один день зафиксировано 65 аварий. На улице впервые за сезон вывели спецтехнику и для просыпки противогололедными материалами и с отвалами для уборки снега. Дежурство служб, ответственных за содержание дорог, тоже началось именно с этого первого серьезного снегопада. Зимний сезон в городе уже с небольшими недостатками официально можно считать открытым. Все подробности в сюжете Ксении Зинуевой. 29 октября. Победиловский тракт. Небольшой занос на скользкой дороге и машину на скорости выносит навстречку. Обошлось без пострадавших. Водитель успел среагировать, но нервы пощекотало всем. В городе в это воскресенье на скоростях поменьше, но на крутые заносы тоже было богато. Не входили в повороты, не могли подняться в небольшую горку. Собирались большой компанией на одном узком участке. В воскресенье до объявления дня жестянщика немного не хватило. 65 аварий на всю область. Погода пока еще благословна немножко к участникам, но тем не менее все-таки стоит уже быть предельно внимательнее. В первую очередь нужно сменить стиль вождения. Необходимо выбирать более большую дистанцию до вперед идущего транспортного средства. Снизить скоростной режим примерно на 5-10 км в час ниже, чем водитель привык это делать в повседневной жизни в летний период. Зимней манерой вождения на летней резине в такую погоду точно далеко не уедешь. В шиномонтажках снова очереди. Те, кто не успел поменять резину в первые заморозки, кажется, решили теплой погоды больше не ждать. Утром заморозок будет, лед, гололедец. Всем уже надо переобуться. Я вчера сам переобул свою машину, потому что снег выпал, поехал на лете, чувствуется, таскает. В такую погоду все, как один, называют самой опасной. Снег, который в воскресенье шел несколько часов подряд, сегодня при плюсовой температуре превратился в лужи. Уже вечером они начнут подмораживаться, а утром дороги могут превратиться в гололед. Главный по дорогам города Андрей Менькин говорит, что со снегопадом справились. В воскресенье на расчистку и посыпку вышли все, кто был на дежурной смене. Вчера уже в ночное время я сам проезжал, смотрел, что у нас снегоуборочные машины ходили, щетки чистили, машины с отвалом уже ходили. 200 тонн мы уже рассыпали по городу. Вчера вообще там бионордом отсыпали. Теперь дежурство дорожников расписывается с учетом возможного утреннего гололеда. Правда, пока водителям, в случае чего, на баке с песком, которые расставлены на участках с подъемом, лучше не рассчитывать. Тот, что стоит прямо у офиса ДДХ, пока пустой. Это какой-то песок странный. Это какой-то песок не единственный, да? По поводу воскресного снегопада и готовности дорожников сегодня отчитывались и в администрации. Пока замечаний нет, но настоящую проверку без генпрогонов зима устроит кировчанам уже на этой неделе. После дневных плюсов обещают резкий минус и сильную метель. На вторник в области объявлено метеопредупреждение. Ксения Зиновьева, Александр Рожков, информационный канал «Город». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова